Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Грагуленко. И о моей коллеге расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Площадка для диалога бизнеса и власти. Временно исполняющий обязанности губернатора Вячеслав Федорищев возглавляет самарскую делегацию на Петербургском экономическом форуме. Какие решения уже приняты? Проверила ход работы, дала ряд поручений. Глава города Елена Лапушкина проконтролировала, как строятся важные культурные и спортивные объекты Самары. 225 лет со дня рождения Александра Пушкина. Какую программу подготовили в областной столице и какие стихи великого поэта лучше всего помнят самарцы. В эти дни в северной столице проходит Петербургский международный экономический форум. В этом году его главная тема – основа многополярного мира – формирование новых точек роста. На площадках встречаются представители бизнеса и власти из России и других стран. Они заключают соглашения, договариваются о сотрудничестве, делятся опытом, обсуждают экономические вопросы. Самарскую делегацию возглавляет временно исполняющий обязанности губернатор Вячеслав Федорищев. Стало известно, что самарское правительство в рамках этого форума заключило соглашение о сотрудничестве с компанией, которая модернизирует один из самых крупных маслоэкстракционных заводов в России – Тольяттинский комбинат пищевых продуктов. Производительность предприятия вырастет в полтора раза. Выгодное географическое положение завода открывает перспективу поставок сырья по Волгодонскому речному бассейну, а также экспорта готовой продукции в страны Каспийского бассейна и Средиземноморья. Для развития этого направления компания построит речной причал на Волге. Также Самарская область заключила соглашение в сфере здравоохранения с крупнейшей железнодорожной компанией. Документ подписали временно исполняющие обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и начальник центральной дирекции здравоохранения компании Елена Житкова. Внимание будет направлено на такие вопросы, как совершенствование оказания первичной, специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи населению Самарской области, повышение ее доступности и качества, профилактика и раннее выявление заболеваний и факторов риска их возникновения, развитие экспорта медицинских услуг. В рамках форума состоялась панельная дискуссия «Российское инженерное образование в многополярном мире», в ходе которой обсуждались тренды развития инженерного образования в России. Вячеслав Федорищев предложил объединить все накопленные знания инженерных школ региона по разным направлениям, создав масштабный проект с федеральной поддержкой. Временно исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Самарской области, руководителя Департамента по вопросам общественной безопасности региона, 7 июня назначен Андрей Белоусов. Строительство Самарского планетария на проспекте Ленина, возведение нового спорткомплекса в Прибрежном, реконструкция Дворца культуры имени Литвинова. Глава Самары Елена Лапушкина посетила объекты, поговорила с подрядчиками, обсудила с руководителями профильных ведомств ход работ. Подробности объезда знаковых для города локаций расскажем в нашем репортаже. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс появится в поселке Прибрежный. Глава Самары Елена Лапушкина оценила ход строительства объекта. На сегодняшний день к зданию подводятся коммуникации. Завершен монтаж каркаса. После прошлого визита вашего закончили полностью металл. Сейчас мы его грунтуем. Включили договор с пожарной лабораторией от МЧС. И с подрядчиком, кто будет выполнять огнезащиту. В новом спорткомплексе будут спортивные и тренажерные залы. Их укомплектуют необходимым снаряжением. Предусмотрены раздевалки и подсобные помещения. Объект сам по себе достаточно компактный, я бы сказал, но при этом современный. Аналогичный объект построен в Тольятти, в Фокус-Союз. И вот именно на основе этого Фокуса как раз и было принято это проектное решение. Поэтому хороший, универсальный зал, в котором могут заниматься различные виды спорта. Как групповые, это может быть футбол, баскетбол, волейбол, соответственно так. И индивидуальные виды спорта из категории единоборств и, например, художественной гимнастики. Продолжается реконструкция Дворца культуры имени Литвинова. Сейчас специалисты монтируют системы вентиляции, теплоснабжения, автоматического пожаротушения. Параллельно работы проводятся и на фасаде здания. Завершаются реставрационные работы по помещениям. Также завершается облицовка центрального фасада гранитом, монтаж крыльц и дальнейшая облицовка тоже гранитом, чтобы завершить полностью весь наружный контур здания. Оценили ход строительства Самарского планетария на проспекте Ленина. Он станет частью музея «Самара космическая». Внутри откроется звездный зал с куполом и зрительскими местами. Конференц-зал, кафе, студия для изучения космонавтики и астрономии. На крыше установят телескопы. Галина Топилина, Константин Головин. События. В Самаре продолжают подготовку к следующему отопительному периоду. Актуальные сезонные работы обсудили в Департаменте городского хозяйства и экологии. В повестке – ремонт и модернизация теплотрасс. Подробности расскажем далее. Ремонт и модернизацию теплотрасс обсудили на совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Перекладки на некоторых объектах будут сопряжены с переходом через проезжую часть дорог в местного значения. В частности, на улицах Гагарина и Антонова Овсеенко. По улице Гагарина трудоемкие работы, связанные с переходом, планируются начать на следующей неделе. Они будут проходить поэтапно. Сначала в одном направлении движения, затем в другом, чтобы одновременно полностью не перекрывать дорогу. Специалисты сообщают, что потребуется по 10-15 дней на каждое направление. Куда больше сложностей на участке по улице Антонова Овсеенко, где проходят трамвайные пути. Поэтому, чтобы справиться с работами более оперативно, при этом минимизировать неудобства и период временного ограничения движения транспорта, сейчас рассматриваются варианты организации работ. Предполагается, что проходка под трамвайной линией с перекрытием трамвайного движения будет выполняться отдельным этапом. О сроках станет известно после того, как специалисты ресурсоснабжающей организации и ее подрядчик досконально проработают все нюансы и будет принято соответствующее техническое решение. Обсудили подготовку к осенне-зимнему сезону объектов образования. При подготовке объектов образования, школ в частности, необходимо попасть персоналу в здание и проводить там определенные работы по опрессовке, промывке внутренней системы инженерных коммуникаций. Однако эти работы в какой-то степени были передвинуты сроки в связи с тем, что там проводится как раз-таки единственный экзамен. Поэтому эти учреждения, где проходит экзамен, сейчас пока не трогают. После завершения проведения экзаменов как раз-таки к ним тоже приступят к подготовке данных объектов. В настоящее время в городе текущая работа на теплосетях организована в соответствии с графиками. В частности, одна из теплотрасс проходит в границах улицы Челюскинцев, проспекта Ленина. Далее, возле домов 29, 31, 33 по улице Новосадовой. Здесь выполняются земляные работы. На объект доставили лотки, их будут покрывать праймером, битумной мастикой укладывать в траншею. Жители ближайших домов горячей водой обеспечили. Подрядчик смонтировал времянку, по которой и поступает ресурс. Позаботились также о безопасности. Участок огорожен, а на подходе к одному из домов установили трап. На заседании профильного штаба также обсудили вопрос о внесении информации, касающейся готовности многоквартирных домов и других объектов к зиме, в электронные базы. Это сервисы ГИС ЖКХ и Электронная ЖКХ. С помощью такой системы можно проверить документы, не запрашивая их на бумажном носителе, и понять, как идет подготовка каждого объекта и потребителя. Подготовительная работа поручена ускорить в Кировском, Куйбышевском и Самарском районах. Светлана Кудрявцева, Августина Охременко, Григорий Плешаков. События. В региональной столице состоялась торжественная церемония, приуроченная к профессиональному празднику всех, кто занимается охраной окружающей среды – Дню эколога. Оргкомитет Самарского регионального конкурса «Эколидер» собрал отличившихся представителей профильных служб из разных городов и муниципальных районов области. Временно исполняющий обязанности министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Михаил Студенников вручил почетные грамоты, благодарственные письма и дипломы. Городской округ Самара получил диплом второй степени в номинации «Город». В областной столице одним из наиболее значительных достижений является самая масштабная в истории отрасли модернизация городских очистных канализационных сооружений, завершенная в конце 2023 года. Большую роль сыграло финансирование по федеральной программе «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Мы благодарны всем, кто делает вклад в зеленое будущее нашей области, нашей страны. Действительно, ширится волонтерское движение. Действительно, огромное количество мероприятий реализуются предприятиями и организациями области. Посадка леса, уборка мусора. И это прекрасно на самом деле. Поэтому, дорогие коллеги, с праздником, новых задач и новых успехов на всем. На церемонии за вклад в охрану окружающей среды, почетной грамотой и благодарностью губернатора отмечены две сотрудницы Департамента городского хозяйства и экологии. Начальник отдела профилактики и планирования экологического надзора Ольга Горюнова и заместитель руководителя управления охраной окружающей среды Татьяна Ибрагимова. Профильный департамент всегда поддерживает мероприятия, направленные на реализацию стратегических инициатив государства и обеспечение экологического благополучия населения. Оказывается помощь волонтерским организациям, учреждениям и предприятиям, которые выступают с инициативой проведения уборки мусора в рекреационных зонах. С участием специалистов Департамента проводится высадка деревьев для восстановления лесного фонда и другие акции для вовлечения населения в экологическую повестку. В Самаре отметили юбилей регионального парламента. В этом году исполняется 30 лет со дня создания Самарской губернской думы. В торжестве приняли участие заместитель полномочного представителя президентов ПФО Игорь Буренков, сенаторы, депутаты Госдумы, представители областного правительства и почетные гости из других регионов. Депутаты всех семи созывов принимали поздравления и получали награды разного уровня. Подробнее в нашем сюжете. 30 лет на благо региона. Самарская губернская дума отмечает знаковый юбилей. За это время было принято почти 3700 региональных законов. Около 300 проектов было направлено в Госдуму, 36 из которых стали федеральными законами. Депутаты ежедневно ведут диалог с гражданским обществом, чтобы сообща помогать области развиваться. Гласность, открытость в работе, забота о людях. Эти основополагающие принципы сегодня являются ключевыми во всей деятельности депутатов. За 30 лет депутатами Самарской губернской думы были избраны 178 человек. Многие из них затем занимали высокие должности в органах исполнительной власти или продолжили политическую карьеру на федеральном уровне. Например, рекордсмен Андрей Кислов, который избирался в думу на протяжении шести созывов, теперь занимает пост сенатора. Я горд, что работал с вами, горд, потому что вы избирались народом, вы избирались людьми и достойно выполняли свою работу. На торжестве, посвященном юбилею, почтили память спикеров думы Леона Ковальского и Виктора Сазонова, а также наградили депутатов за законотворческую работу, направленную на улучшение качества жизни в регионе. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. 6 июня в России отмечают 225 лет со дня рождения великого русского писателя и поэта Александра Сергеевича Пушкина. В городе подготовили насыщенную культурную программу. Самарское общество пушкинистов традиционно собралось возле памятника поэту и писателю, чтобы возложить цветы и прочесть любимые стихи. О том, как это было, расскажет Ксения Баканова. Его стихи знают наизусть, а отрывки из произведений расходятся на цитаты. 225 лет назад появился на свет Александр Сергеевич Пушкин. Великий поэт, автор сказок и романов считается основоположником русского литературного языка. Все его замечательные произведения, они, конечно же, сегодня звучат точно так, как 225 лет тому назад. Мы любим этого человека, уважаем этого человека, и поэтому сегодня сквер, который здесь есть, пушкинский, с его памятником замечательным, это дань человечества, которой сегодня богата этой замечательной жизнью, жизнью творца. В сквере Пушкина собрались десятки почитателей таланта великого гения. Артисты, музыканты, историки, писатели, члены городского пушкинского общества. Они цитировали классика и вспоминали интересные факты из его биографии. Собирая материалы для истории Пугачева, для бывшей капитанской дочки, Пушкин бывал в Самаре. Конечно, Самара была гораздо меньше, чем сегодняшний город. Но вот наше это стремление, наше желание, чтобы Пушкин здесь был, мне кажется, много и о нас говорит. Потому что рядом с Пушкиным мы вырастаем, мы на себя смотрим другими глазами. У Лукоморья мороз и солнце, осенняя пора. Пожалуй, в мире нет такого человека, который не знает эти произведения. Знакомство с творчеством Александра Сергеевича у многих начинается в детстве. Его гордо называют «Мой Пушкин», «Наше все», «Солнце русской поэзии». У меня даже был опыт личный в старших классах. Когда двухсотлетие было, со дня рождения Александра Сергеевича, я принимал участие в районной олимпиаде. Писал поэтическое сочинение, неплохое место даже занял. Поэтому у меня действительно особое отношение к Александру Сергеевичу. Ко дню рождения писателя городское пушкинское общество приготовило подарок. К юбилею 225-летия мы выпустили книгу, сборник наших самарских поэтов. Сегодня мы будем раздавать, дарить 3000 экземпляров. Для публикации были отобраны лучшие произведения писателей из Самары и других городов. Встреча завершилась возложением цветов к памятнику поэта. Ксения Баканова, Валерий Майоров, События. Творчество Александра Пушкина вспоминали и в Самарской публичной библиотеке. Там прошла музыкально-поэтическая гостиная. Подробности далее. Вальс – это жизнь, это мечта, это любовь и красота. Светом надежды вальс озарил и покорил. Артистка Дела Майорова исполняет пушкинский вальс. Рассказывает, для нее эта песня имеет особенное значение. Заряжает позитивной энергетикой. Когда ты читаешь стихи великого поэта, и когда ты поешь песни на его стихи, то это невозможно не пропустить через себя, через свою душу, через свое сердце. И это цель, наверное, артиста – дотронуться до сердца зрителя. Во дворике Самарской публичной библиотеки прошла музыкально-поэтическая гостиная, посвященная творчеству Александра Сергеевича Пушкина. Звучали песни на стихи великого поэта. Их исполнили артисты, а также самые юные почитатели таланта-гения. Белолица Черноброва, нраву кроткого такого. И жених сыскался ей, королевич Елисей. С вот приехал царь, дал слово. А приданное готово – семь торговых городов до сто сорок теремов. Девичник, собираясь, вот царица, наряжаясь, перед зеркальцем своим перемолвилась и с ним. Яйц, скажи мне, всех милее, всех румяней и белее. В своих произведениях Пушкин много внимания уделял теме одежды и моды. Да и сам не отставал. В гардеробе поэта был один интересный атрибут. Александр Сергеевич на балу не танцевал с Натальей Николаевной, ссылаясь на то, что ему приятно смотреть на нее, любоваться со стороны. Когда же они выходили на прогулку, Александр Сергеевич одевал черный цилиндр. Наталья Николаевна была на 10 сантиметров выше супруга. Также в здании библиотеки открылась экспозиция «Мир Пушкина». Можно увидеть работы лучших иллюстраторов его произведений. Ксения Баканова, Валерий Майоров, События. Отметили Пушкинский день в детской картинной галерее. К юбилейной дате провели конкурс детских рисунков. Ребята со всей Самарской области прислали более 300 работ. Жюри выбрало лучших. Их наградили дипломами и ценными призами в день рождения любимого писателя и поэта. Подробнее в нашем сюжете. Шестилетняя Наташа Дрюпина получает заслуженный диплом за победу в конкурсе рисунков, посвященных Александру Сергеевичу Пушкину. Девочка нарисовала иллюстрацию по мотивам любимой сказки «Золотой петушок». Этот персонаж сильно ее вдохновил. В нем она увидела черты «Жар птицы», поэтому и отвела петушку в своей работе главное место. Это золотой петушок на доме сидит. А это такие замки красивые. Это домик, тоже домик. А это солнце. Позвольнее всего было рисовать петушка. Работы на конкурс рисунков, посвященных юбилейной дате со дня рождения великого русского писателя, в детской картины галереи принимали в апреле и мае. Всего было прислано почти 400 работ от ребят со всей Самарской области. Победители определяли в нескольких возрастных категориях. Участникам было от 4 до 15 лет. А также в тематических. Здесь и персонажи сказок, и портреты самого писателя, а также картины размышления на тему, каким бы Александр Сергеевич был в современном мире. Как отмечают организаторы, Пушкин и персонажи его книг – это любимые темы детских рисунков. Скорее всего, это наоборот какая-то такая константа, которая нас связывает. Идут годы, а вот восприятие Александра Сергеевича, оно все равно скорее объединяет разные поколения. То, в чем мы скорее похожи, несмотря на то, что мы разного возраста, чем то, в чем мы отличаемся. Около 140 работ, которые отметили члены жюри, стали частью экспозиции музея. Выставку рисунков можно увидеть до конца сентября. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Самарский театр «Кукол» тоже подготовил программу ко дню рождения писателя. Юным зрителям представили спектакль по сказке Александра Сергеевича Пушкина. И провели развлекательную программу. Подробности в сюжете Полины Чуликовой. Подарили детям сказку. На сцене Самарского театра «Кукол» ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина спектакль по одноименному произведению поэта. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. В зале особенные гости. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети участников СВО и ребята из многодетных семей. У нас дружба такая крепкая, поэтому мы очень часто бываем, наша категория деток бывает в театре. Жизнь, она очень такая сложная, суровая. И сказку красочную, веселую. Дома не всегда увидишь. А придя сюда, все-таки театр – это музей для души. И красиво, и познавательно. И дети общаются. Это очень важно. На самом деле праздник – это один, потому что русский язык невозможно представить без Александра Сергеевича Пушкина, который, по сути-то, собственно, его и создал. И Александра Сергеевича Пушкина в отрыве от русского языка тоже представить сложно. Помимо спектакля, программа для юных зрителей насыщенная. Фойе театра, выставка юных художников, царство золотой рыбки. Викторина, посвященная великому русскому поэту, экскурсия по театру, мастер-класс по созданию кукол и, конечно, подарки. Мы стараемся постоянно приходить в театр, потому что детям очень нравится, нам, взрослым, очень нравится. Мы ходим всей семьей. Нам очень нравятся яркие представления. Очень интересные, насыщенные, добрые, светлые. И особенно приятно, что уделяют внимание тем писателям, которых уже давно нет. Александр Сергеевич Пушкин, конечно же, возрастил это наше золото. И очень радостно, что наши дети могут расти на его произведениях даже сейчас в современном мире. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях – не единственный спектакль в репертуаре театра, поставленный по произведению Пушкина. На сцене также можно увидеть сказку о рыботе и рыбке. Полина Чулякова, Игорь Казановский. События. Далее новости спорта. Футбольный клуб «Акрон» объявил о серьезных изменениях в составе. Сразу 13 футболистов покидают расположение команды. Среди них как старожилы и рекордсмены клуба по количеству игр – Иван Чудин, Антон Килин и Евгений Писегов, так и молодые игроки, которые провели не более 10 игр за последние сезоны. Оставшиеся игроки и новички будут готовиться к первому сезону в премьер-лиге в Турции. Сбор продлится с 19 июня по 14 июля. В программе запланировано проведение пяти контрольных матчей. О датах и соперниках будет сообщено дополнительно. Баскетбольный клуб «Самара» проводит летнюю трансферную кампанию. В команде остаются капитан Александр Гудумак и форвард Хейден Далтон, который вошел в четверку лучших игроков лиги по проценту реализации трехочковых бросков. А вот форвард Раде Загоратс покидает команду. За «Самару» он провел 34 матча, в которых набирал в среднем по 8 очков и делал по 4 подбора. На престижном теннисном турнире «Ралан Гарос» спортсменки из Самарской области не смогли добраться до решающих матчей. Дольше всех на турнире сохраняла шансы на успех Диана Шнайдер в парном разряде. Свои матчи она проводила в дуэте с американкой Эммой Наварро. В четвертьфинальном матче они уступили итальянкам Саре Эрани и Ясмин Паолине 3-6-3-6. Встреча продолжалась чуть больше часа. Эмма и Диана отдали пять геймов на свои подачи, а в ответ взяли лишь две. В турецком Кемере прошли чемпионаты первенства мира по русским шашкам среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Нашу страну на соревнованиях представили 11 спортсменов с нарушением зрения, в том числе трое самарских спортсменов – Эмиль Галиев, Виктория Архипова и Дмитрий Песнов. Виктория и Эмиль стали чемпионами мира в быстрой программе, а в классической программе Виктория стала обладателем серебряной медали. На аэродроме Конакова в Тверской области прошел Кубок России по вертолетному спорту. Представители Самарской области завоевали три медали. Владимир Зябликов и Петр Васильев стали чемпионами в дисциплине «Слалом», а также обладателями бронзовых медалей в дисциплине «Развозка грузов». Еще один представитель 63-го региона Николай Буров в дуэте с Екатериной Харитоновой из Московской области завоевал серебро в дисциплине «Полет на точность». Далее обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Телеграм-канал городской администрации «Вести» с Дворянской рассказывает о поддержке семей военнослужащих, которые погибли или пропали без вести в ходе СВО. Ежемесячная денежная компенсация составляет 22 908 рублей. Компенсация услуг ЖКХ – 60% расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг. Единовременная выплата на ремонт частного дома рассчитывается индивидуально в зависимости от количества членов семьи и других лиц, проживающих в доме. Ежемесячные пособия на детей – 2942 рубля на каждого ребенка. Для получения мер поддержки необходимо обратиться в клиентскую службу Социального фонда России, многофункциональный центр, либо на портал госуслуги. Глава Самарского района Роман Радюков провел встречу с жителями, пострадавшими в результате пожара по адресу переулок Репина-1. Вместе со специалистами профильных ведомств рассмотрели вопросы получения справок о пожаре, предоставление жилья из маневренного фонда для тех, кто в этом нуждается, оказание единовременной материальной помощи всем пострадавшим. Все вопросы жителей взяты на личный контроль, информирует телеграм-канал Самарского района. Для вырубки зеленых насаждений в городской и сельской местности нужно получать соответствующее разрешение – порубочный билет. Его выдают в установленном порядке на специальном бланке, напоминает телеграм-канал промышленного района. Один из способов подать заявление через портал госуслуг. После положительного рассмотрения запроса документ необходимо забрать в администрации района по месту жительства. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, в нашем телеграм-канале, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова